Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Мы продолжаем наш челлендж 100 эскизов FVD. И в данном плейлисте, в котором вы сейчас находите, вы найдете последовательный рисунок эскизов каждый вторник. Показываю, рассказываю, объясняю. Можете писать, что вы хотите порисовать. Я очень рада вашим комментариям, беру их в работу и, соответственно, рисую, что и как. А сегодня мы будем рисовать с вами изделия из искусственного меха. Да, вот такая вот на улице лето, а мы рисуем мех. На самом деле, по разработке уже давно поздно разрабатывать осеннюю и зимнюю коллекцию. Мы уже опоздали с этим, если только на следующий год. Но уметь рисовать разные фактуры тканей никогда не поздно, поэтому начинаем. Я буду рисовать такую интересную трикотажную штучку на молнии с эффектом искусственного меха. Покажу вам, как, что, зачем и как это можно сделать. Беру мой шаблон. Шаблоны можно скачать у нас на сайте. Вот эти шаблоны есть бесплатно. Ссылочку оставлю под видео. Есть шаблоны с разными фигурами. Мужские, женские, детские, женские, разные фигуры разных пропорций. Так что можете их использовать. Я использую свой классический шаблон технического рисунка. Это 42 размер. Оптимальный для базового рисунка. Но если вы рисуете на плюс сайз, рисуйте все-таки на нужном вам плюс сайзе. Сейчас я уберу то, что мне будет не нужно. Поскольку я буду рисовать плечевое изделие, то это все лишнее. Так. Теперь помещу вот сюда. Кстати, если вы заметили, я всегда, когда рисую, я не меняю пропорцию шаблона. Я могу у него отрезать руки, ноги. Ну, то есть убрать, понимая, что оно мне не понадобится в рисунке. Но всегда пропорция шаблона остается одна и та же. Для чего я это делаю? Если я захочу изделие скомпоновать между собой, я могу открыть абсолютно любой эскиз, который я рисовала. И они у меня между собой соединятся. Например, я нарисовала там блузку и юбку. Я могу их соединить. Сверху еще пальто одеть. Таким образом у меня получается комбинаторность. И при разработке, когда вы это делаете, у вас получаются капсульные коллекции. Ну, как правило. Вы сможете этот ассортимент друг с другом компоновать, показывать, как это потенциально будет носиться клиентам. Так что очень-очень удобно. Так что использовать этот прием, он крайне полезен. Так. Единичка. Сейчас я перышко выберу. Вот, перышко черное. Единичкой будем рисовать. Изделие, которое я подумываю отрисовать, оно симметричное. Поэтому поехали. Сейчас сделаю покрупнее. За что обожаю иллюстратор. Всегда можно приблизить то, что тебе нужно, и удалить, чтобы посмотреть, как оно получается. Это прям вот мега классная вещь. Так. У меня вот такая вот горловинка. Спущенная плечиком. Соответственно, вот так мы его спустим. Сейчас все увидите. Сейчас мы половиночку отрисуем. Вот это рубашечная покроющая штучка получится. Так. Много точек я там надела. Ну ладно, мы сейчас их следующим заходом уменьшим. Это опять же еще один плюс от иллюстратора. Когда вы понимаете, что вы там что-то не то сделали, вы потом это можете либо стереть, либо поправить, либо поменять. И это никак не сказывается на качестве рисунка. Потому что если вы рисуете от руки, то сразу там будут всякие затерти. Те ненужные. Здесь этого не произойдет. Например, вот здесь много точки наставила. Сейчас мы их уберем. И получается абсолютно ровные линии. Никто не скажет, что там они когда-то были. И это тоже огромный плюс. Потому что от руки там штрих поставили, и все пропало. Сразу все знают, что он там был. Потому что видно, что там ластиком терли, еще что-то. Так. Правда, форму. Вот научиться рисовать половинку, это, конечно, тоже такое дело, что вот пока еще ничего нет. И тут уже что-то такое шуршать по точечкам. Но дело практики. Плюс еще можно делать карандашные набросочки, которые тоже помогают. Либо на фотографию какую-то смотреть. С основным силуэтом, например. Такое тоже может быть. Так. Теперь у меня будет высокий ворот. Опять же, вот на манекене все есть. Форма мне подсказывается. Вот здесь. Оп. Вот это вот так. И вот так. Шире можно уже, соответственно, шея не влезть. Так. Рукав. Опять же. Вот я обузила, но зря. Должно быть пошире. Вот так. Так. Теперь нарисуем рукавчик. Еще тоже понимать, как низ рукава оформлен. Может быть трубой сделан прямой. Может быть сделан на резинке. Тогда будет вот такой небольшой напуск. Что будет абсолютно нормы. То есть сам рукав пошире. Как правило, делают. А потом уже идет небольшой напуск. Тоже надо все это корректировать. Эта точка тоже так не будет. Сюда идти. Ну, вот как-то так. Так. Так, 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 так. По низу у нас тоже будет. Рип. Хорошо. Отстрочку я дам потом. Что еще у меня здесь будет. Что я не нарисовала. Это складочки. Но мы сейчас тоже в верхнем слое будем делать. Поэтому все вместе берем. Инструмент зеркальное отражение. Нажимаю shift. Нажимаю alt. Потом отпускаю кнопки мыши. И все у меня радостно копируется. Так. Теперь окно. Обработка контуров. Хорошо. И теперь попарно мы их сливаем. Так. И так. Здесь у нас не слилось. Потому что не нахлестнулось друг на друга. Надо просто подкорректировать. Подкорректировали. Эта точка тоже так торчать не должна. И это не должна. Так. Вот эту точку все-таки опустить. Двигаю кнопками мыши. Ой. Кнопками на клавиатуре. То есть мышкой выбираю объекты. И кнопками. Потом уже просто корректирую. Вот эту точку повыше. Вот эту точку повыше. И поуже. Видите? Очень удобно манипулировать. И смотреть какая форма получается. Там пошире. Поуже. Вот оно вам прям моделирование. Так. Ну. Да вроде ничего. Так, да? А теперь у меня есть файлик с молниями. Смотрите. У меня сотрясована обычная молния. Тракторная. Молния спиральная. И тракторная молния с наконечниками. Вот мне нужна сейчас без наконечников молния. Я просто копирую в этот документ. Она у меня появляется в кистях. Ай-яй-яй. Это очень удобно. И сразу у меня на этой молнии есть пуллер. Пуллер. Ну, собачка еще иногда называют. Как не назови. Но он есть. Сразу очень удобно. То есть вот здесь будет молния. Сразу можно определить, с какого дизайна. Так. По центру. Если она очень толстая, мы ее, конечно же, сделаем поуже. Можно еще поуже. Вот так. Нет, еще. Можно ее потом разобрать в графические элементы. Она тогда при масштабировании не будет изменяться. То есть сказать то, что вот у этой молнии получается, что это не линия, а это графический элемент. А вот. Так. Давайте. Сейчас выберем. Сейчас покажу, как это сделать. А здесь у нас с вами будет тесьма. Ну, тесьма практически всегда присутствует на молниях. Так. Вот так. И вот у нас есть молния, объект, контур, преобразовать обводку в кривые. И все. И она у вас теперь набор графических объектов, а не линия. И можно с ней делать все, что угодно, так же, как с обычными графическими объектами, группой. То есть такое тоже можно делать, когда вы хотите, например, так знаете, когда делают? Когда передают эскиз кому-то. Или когда загружают его в банке. Чтобы ваши линии, ваши наработки не забирали. То есть вы выдаете уже рисунок графическими объектами. А уже как там дальше человек будет с ним работать, это его личное, ну, как бы дело. То есть вы не обязаны ему выдавать вот эту наработку. Вы показываете ему ту графику, которую вы хотели. Поэтому это очень удобный прием. Используйте его обязательно. Так. Вот что у нас с вами получилось. Что мне прям не нравится, это плечи. Такая она, когда мягкие материалы используют, то они, как правило, на плечах обвисают. И прям вот оно будет по плечу идти. Прям на точке плечевой висеть. Так. Что я еще хотела? Я хотела нарисовать складочки и тенюшечки. Потому что вот здесь при рубашечном рукаве всегда будет такая теневая история. Никуда вы от нее не денетесь. Не очень получилось. Сейчас перерисую. То есть она будет вот здесь вот такой вот складочкой идти. Вот так складочка. Вот так складочка. И, соответственно, вот так вот она будет смотреться. Это совершенно нормально. Естественно, она не должна быть такая яркая. Например, мы сейчас ее непрозрачностью так сделаем. И она будет там прекрасно себя ощущать. Потом вот здесь тоже у нас будут складочки. Могут быть, могут не быть. У меня по задумке должны быть. Так. И вот здесь у нас тоже будут складочки. Кстати, иногда даже хорошо рисовать несимметричный. Эскиз более живой получается. То есть, ну, основу вы делаете в симметрию, а потом уже его делаете по-разному. Это тоже неплохо. Вот так. И здесь можно поддерживать потом линеарными вот этими складками. Ну, или можно оставить просто тени, как будто бы ткань немножечко так присобралась. Соответственно, сейчас все вот это вот удовольствие мы с вами раззеркалим. Снизу один слой уберем. И можно так вниз. И здесь тоже вниз. Вот такие штучки у нас получились. Что еще? Еще я хочу сделать отстрочку по краю воротника. Чуть-чуть повыше сейчас вот эту точку подниму. Одну точку, вторую точку. Так, потом повыше. А теперь отстрочка у нас будет вот здесь, поверху ванжета. Пока, видите, делаю без пунктира. Пунктируем. Сейчас мы ее сделаем. Так, и вот здесь. Все это зафиксируем. Как вы понимаете, это опять получилась база, на которую потом можно очень здорово делать разнообразный дизайн. Сейчас я вам, в общем-то, это и покажу, как вот из такой базы сделать, ну, две достаточно разные истории. Которые будут смотреться немножко по-разному. Вот у нас основу. Вот она есть. А теперь давайте вот прям в черно-белом виде сделаем разнообразное моделирование. Сейчас я расширю. Так, вариант первый. Вариант первый, вариант второй. Так, сейчас я переблокирую слой с основой. Делаем, например, ее из свитровки или из футера. И вот эти части, они у нас будут обработаны РИБом. Уже много раз показывала, как это рисуется все. Пусть еще раз посмотреть. Самый такой банально простой метод по рисунку РИБа. Очень-очень удобный. Вот так. Так, теперь вот эти все области мы с вами выделяем. Ctrl-C, Ctrl-B. И наверх. Ага, вот что мне неправильно завелось сейчас. У меня завился цвет контура. Должна быть завивка. Вот они, видите, наверх встали. Можно им дать эффект непрозрачности небольшой, чтобы они не так ярко били эскиз. И вот здесь немножечко развернуть. Это будет у нас вот в инструменте поворот. Посмотрим сейчас. Только нам нужны только узоры. Да. Тут и вот тут. То есть получим такую интересную классическую штучку. Так, вот так вот. Которую. Можно прямо ее в производство запускать. Можно еще, например, в нее кармашек добавить. Давайте гурятник добавим туда. Сейчас. То есть это вот мы нарисовали с вами базу. А это вот я теперь показываю, если мы начинаем работать. Притом сейчас сначала черно-белым работаем. Потом я еще покажу, как туда цвет запустить. Вот добавляем, например, карман кенгуру. Естественно, я буду добавлять половинку. Пожалуйста. Надо выбрать только целиком. Вот так. И вместе все это слить. Сейчас я закрыла обработку контур. Вообще ее можно вытащить и закрепить. Специально этого не делаю, чтобы каждый раз вам показывать, откуда я ее беру. Потому что начинаются вопросы, откуда вы это взяли. Поэтому сюда показываю. Вот. Ну, соответственно, уже там размер кенгуру мы можем подкорректировать. Это лишнее. Вот. И, скорее всего, здесь еще будет отстрочка. По краешку. Тоже мы ее сюда добавляем. Что-то там у нас лишний уголок какой-то, что-нибудь. Неправильный. Сейчас мы ее на место поставим, чтобы он так не гнулся. Неправильный. Так. И хочу, чтобы линия была вот такая. Да. Вот мы добавили кармашек. Видите, моделька уже так немножечко поменялась. Смотрится немножко по-другому. А вот эту модель я, как и обещала, вам покажу, как сделать имитацию искусственного меха. Это один из примеров. Не обязательно делать именно так. На курсе, кстати, я очень подробно рассказываю, как с этим работать. Сейчас вам просто покажу эффект. Как мы это можем с вами добиться. Для того, чтобы он у нас получился. Так, это размер. Прям такая вот мишка получилась. Здесь у нас не огрубилась. А, нет, там есть огрубление. Такая вот плюшевая история. Тоже меня спрашивали, как делать заливки. Ну вот, давайте мы с вами сделаем заливки. Так. Например. Сейчас я открою новый хром. Например, я ищу свитровку. Ну, фотографии. У меня есть образцы, но нету сейчас фотографии. Сейчас с вами найдем кусочек. Очень красивое, кстати, полотно. Ну, такое прям, ну, очень приятное. С витровочками понравилось. Соответственно, еще в гугле, но вот с этим надо очень аккуратно, если вы так будете делать, потому что могут быть авторские права. Вот, давайте. Хорошая штучка, да. Сейчас я просто возьму и принтскрином заберу кусочек. Отсюда копировать. Вставить. Так. Вот она, свитровочка. Трехцветная. Сейчас мы из нее вытащим три заливки. Ну, трех цветов. Это вот, кстати, если вы сфотографировали, лучше, конечно, фотографировать плоско, там, небольшой прямоугольничек, но я сейчас воспользуюсь примером из интернета. Лучше резать в фотошопе. То, что я сейчас сделаю, будет утяжелять файл. Лучше обрезать в фотошопе аккуратно, потом уже загружать в Adobe Illustrator. Ну, так тоже можно сделать прямоугольничек. Так, это раз. Это будет два. А это будет три. А в рапорте вообще, чтобы рапорт был гладкий, нужно, чтобы границы не считается. Сейчас вот я не уверена, что у меня это получилось. Давайте мы проверим. Три кусочка сейчас возьму. Раз, два, три. И попробуем, посмотрим. Вот очень жесткая граница, жуть. Видимо, все-таки фотошопа надо резать. Давайте посмотрим. Да, вот эта жесткая черная граница, она, конечно, не создает красоты. Попробуем вот так. Может, получше будет. С рапортами с ними надо приспосабливаться. Конечно, чем лучше вы обрезаете. Ну, вот так уже можно заливать. Так, здесь тоже какая-то там ерунда получается. Вот рапорты, имейте в виду, что это не сразу у вас раз и получилось. Их надо, конечно, подобрать. С опытом легче будет. Будете видеть. Давай вам. Ну, получше, да. И это. Сейчас просто поменьше мы сделаем. Ну, вот то, что я не обрезала лишний фон, это, конечно, сейчас даст по файлу, и он будет тяжеленный. Лучше такие кусочки вырезать в фотошопе, потом их уже здесь компонимается. Ну, вот так лучше. Вот она, свитровочка у нас. Лучше, когда фотография хорошего гладкого куска. Ну, вот издалека, смотрите, они будут очень плавненько смотреться. Соответственно, наша модель, которую мы хотели сделать, рибу мы свитровкой, смотрите. Я ее беру. Вот она в основе. И вот сейчас будет три цвета. Раз, два, три. Эти заливочки у меня уже готовы. Они можно их не брать. Соответственно, на одну модель вы делаете описание, где, что, какого размера, какой материал, какая строчка. Сюда все это дополняете. А сюда делаем заливку нужным нам цветом. Вот у нас вот ровночка. Это сейчас мы отодвинем. Это риб. Сюда подберем цвет. Это очень ярко. Это будет вот так. Может быть, тон в тон, может быть, другого оттенка. Это уже можете сами смотреть, подбирать в зависимости от... Иногда это еще и зависит не даже не от того, что вы хотите, не от дизайна, а от того, что есть на вещи на складе. Поэтому тут вот можно съездить просто в магазин. И теми цветами, которыми есть, залить вариацию для того, чтобы посмотреть, а как это все будет выглядеть. Так. Давайте второй и третий сейчас зальем. Это я смещаю. Мне больше нравится смещать. Там дальше можете делать, как вам удобно. Я люблю со смещением. Так. Это будет вот такая. А это будет вот такая. Соответственно, сюда мы подберем какой-нибудь... Может быть, серый, кстати, цвет. Не обязательно же сиреневый. Может быть, серый будет цвет какой-нибудь. Нет, не смотрится. Значит, надо сиреневый подбирать. Вот тоже хорошо. Да, сразу посмотрели? Нет, мне не нравится. И вот уже понимание. Надо, не надо. Смотрится, не смотрится. Так. И сюда. Какой сюда? Серый, бежевый. Сейчас будем подбирать. Можно через перекрасить графический объект. Делать там, наверное, подборка цвета будет поудобнее. Но тут на вкус и цвет. Так, возвращаем. Вот наш вариант один. Когда у нас с вами получилась такая затравочка с римом. Еще можно подобрать цвет тесьмы. Я пока оставлю серым. А и наша великолепная вот эта штучка. Ее можно покрасить искусственным мехом. Вот тоже заходим. Искусственный мех. Вот там. И вот смотрите. Вот всякие мишки, плюшки и так далее. Вот такие часто делают. Вот можно из него прям сразу рапортом выдрать маленьким. Будет красиво. Давайте парочку выделим. Вот это вариант номер один. Сейчас еще какой-нибудь второй подберу. Что у нас там было? Тоже хорошенький. Красивый. Такой мишка прям будет. Тоже кусочек. И вставляем. Опять же, аккуратно с авторскими правами. Но я думаю, что при таких вот внутренних эскизах это никого особо не колыхнет. Но имейте это в голове. Так. Сейчас сделаем его так сразу, чтобы особо не подгонять нам формат. Так. Ну, уже формат меха можно потом дополнить недемножко. Сделать, чтобы он был не такой крупный. Масштаб. Ну, примерно 70. Вот. И то же самое сюда. Если мы будем делать другим цветом. У нас получилось две плюшечки. Ну, вполне себе реалистичные штучки, которые можно уже использовать. Вот так вот из одного изделия можно получать. И уже сразу можно оценивать, подходит, не подходит, нравится, не нравится. Например, подобрать оттенок. Может быть, он хотит контрастный. А сюда может быть, коричневый какая-нибудь. Такие вот штучки, плюшечки. Притом, одна модель при разной покраске. Кстати, очень частый вариант, когда одна модель. На нее подбирают либо разные цвета, либо похожие ткани. Ну, потому что там все-таки это сказывается еще на конструктивных особенностях. Растяжимость ткани и все остальное. Ну, так вот можно легко и просто нарисовать. И для той модели разные. Пользуйтесь, пробуйте, проверяйте, как у вас получится. Я у многого сейчас показала. И молнию, и мех, и создание риба. В общем, в один эскиз запихали все и все. На этом все. До скорых встреч. Пока-пока. Жду ваши лайки, комментарии. И если вам понравился контент, подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.